друзья приветствую вас на канале shark production и как вы знаете в нашу игру не так давно ввели такие бы и как ранговые и в этом видео мы поговорим именно о ранговых боях хотя в принципе о чем там разговаривать набиваешь звездочки попадаешь если выиграешь попадает чтобы 12 по опыту проигрываешь топ-3 и ну и так далее мы сегодня поговорим более о том какая была раньше игра сейчас объясню почему потому что раньше не было таких артоводов красных которые будут по-любому тебя из-за статистики фокусить не было таких красных дебилов на ст которые поедут на ласвиле в ущелье и в принципе игра была актуальна в 2012 году сейчас же весь рандом полностью поменялся и сейчас в нынешних патчах да почему у нынешних с года 2014 ты уже не тащишь из-за скилла все зависит только от союзников от противников от да в принципе от одного вбр а ранговые бои они вернули те 2012 2013 2014 год когда ты мог более или менее тащить из-за скилла когда сама игра была менее популярной и не было столько тупорылых алексеев которые едут на малиновке на воду и умирает там в первые секунде боя а ранговые бои это бои с тебе равными игроками то есть намного стало проще играть потому что нету всяких союзников дебилов которые будут тебе только мешаться не помогать наоборот не скиллов противников все более или менее равны и да если ты нашей игре новичок то ты не поймешь о чем я говорю ты не можешь вспомнить в теории ту игру которая была раньше ну а те живут скулы которые сидят в игре по пять по шесть лет они помнят игру раньше какой она была раньше какой настала сейчас игра активно набирает популярность соответственно количество новичков нашей игре растет и олдскулы уходит из этой игры потому что надоедает постоянно сливаться из-за тупорылого дебила на лт который не дал свет и противник алтышки тебя просто высветил и тебя разорвали еще на респе и да спасибо разработчикам они вернули по 2013 2014 год только за это тебе еще платят какие-то новой валютки типа в виде бонов я в рангу боя сыграл два боя мы сейчас посмотрим эти два боя они получились довольно неплохие и намного проще играть когда нету дебилов на лт на ст на тт без разницы на чем когда тебя рта не так сильно фокусит спасибо что арту понерфили но ее не понерфили да арта это конечно отдельная тема и и все мы знаем давным-давно пора вывести из этой игры и возможно игра опять заиграет когда не будет вот этого говна по четыре снаряда которая кидает по сто даете бестан на 15 секунд и ты сидишь такой просто вофигеваешь от того какая стала прекрасная арта якобы понерфленная и вернемся к боном эти боны заработать не так сложно за эти можно сказать лбзшки но они реально понять полезное новое оборудование которое вели новые вот эти вот приколюшки плюшки в виде на один бой там по 12 не по моему стоит ну по-разному каждая и это реально классно но опять же возвращаемся к тому что это не рандом это ранговые бои и как все мы знаем что это бета они тестируются и какой был рандом раньше а как он стал сейчас ранговые бои они не заменен не заменит полностью рандом игроки будут сидеть в рандоме те игроки у которых нету десятого уровня не будет сидеть в рандоме и все равно страдать но и все же я не понимаю почему нельзя сделать баланс игроков по скилу чтобы новички играли с новичками а более-менее адекватные игроки с более-менее адекватными почему это же не сложно почему нельзя сделать сервера за которые ты готов даже платить большинство игроков игроков готова платить за сервера отдельно где не будет артиллерии и И те игроки, олдскул, у которых по 5, по 4 тысячи вайн 8, которые понимают эту игру наизусть, просто будут тыкать шифт-элит и всё, и забывать про эту игру, потому что ну не то стало, совсем не то. Это грёбанная артиллерия, опять же, опять же, эти красные дебилы, ну я уже всё, я уже, меня опять понесло на рандом, на всё красных дебилов, конечно, напиши в комментариях, что я сам рак и иди нафиг. Ну, а теперь поговорим о боях. Что о боях? Как мы видим, наши ИС-4, ИС-7, они держат до сих пор штаны, и большая, просто вся часть команды, она находится на базе и дефит её от наступления врага. Но, как мы видим, я стою в кустах, как это всегда нужно делать в нынешнем рандоме, просто стою в кустах и пытаюсь что-то сделать. Тем не менее, у меня 2 300 дамага, там 1200 на свете, и всё довольно неплохо. По счёту 7-4, всё довольно тоже хорошо. Как мы видим, штаны мы забираем, и наши активно дефят наступления врага. Ну, и что я начинаю делать? Я начинаю потихонечку поджиматься, подпушивать, вижу, что 430 на горе, понимаю, что его стоит опасаться, потому что он стоит, как мы видим, от башни. Я даю рикошеты, естественно, засвечиваюсь. У них 2 дедушки седьмых, 430 и тому подобное всё. 430-го сняли, у меня 2 700 дамага, 1400 на свете, вроде бы всё неплохо, стоит дедушка седьмой, и всё нормально, я начинаю подпушивать, и как бы всё было хорошо, но нет, получаю на 538 одида, остаюсь шотным, у меня 3 100 дамага, и отправляемся дальше в бой на ихнюю базу. Что остаётся делать? У них осталось 4 врага, наши все на базе, и в принципе ничего сложного нет, просто приехать и потихонечку издалека набивать дамаг, как это всегда происходит. И если вы успели заметить, пока я нёс чушь про ранговые бои, то в этом бою у меня пинг всегда вот 150, 200, 300, и с таким пингом играть вообще невозможно. Но тем не менее, бой наигрался, и мать его так, тут замечаем деда седьмого, я начинаю его подкалиберами убивать, потому что кумулятивы, естественно, мчат гуслю, вроде всё получается неплохо, 4 300 дамага, всё, я его добиваю, и всё, что остаётся сделать, это хэвик, СТБ, и всё, вижу хэвика, стреляю, даю рикошет, он об меня тоже рикошетит, сейчас бы уже умер, 2000 на свете, 5 100 урона, и всё, дальше ничего сложного нету. Тут, естественно, подкатываюсь, подсасываю СТБ, и результаты боя перед вами. Ну а мы потихонечку переходим ко второму бою, который пройдёт на карте Life Ox, мы с нижнего респа, и что нужно делать, естественно, ехать на мост. Как мы видим, у них 4 дедушки седьмых, Т110Е5, 4 ПТ, 2 артиллерии, ну всё остальное СТ. Я решаюсь поехать на мост, потому что элементарно просто забрать мост у СТ, потому что у меня Паттон, у меня ЛН, у меня вся фигня. И вот вроде бы опять перейдём к артиллерии. Кажется, всего лишь 2 артиллерии, ну это же Батчат, это Батчат, который кидает по 150, у него 4 снаряда, и даёт станция по 10-15 секунд. Ну это же неправильно, ну блин, ну вроде же понерфили артиллерию, ну нихрена её не понерфили. Ладно, всё, хватит об этой конченной артиллерии, давайте говорить по бою, что я делаю. Я подкатываюсь в кустик, даю вертушку П-62, у неё вертушка залетает по мне, ломает мне наводчика. Всё довольно плохо, но вроде бы 300 на свет, один нормчик дал, и всё неплохо. Сполерить, конечно же, я не буду, но в этом бою будет поражение. Потому что, как мы видим, в город ни одного танка не поехало, у них на Батчате дебил, который полетел вообще на шварту, уже взвечусь, артиллерия, дебилой стоит, ничего не делает, сейчас отхватит люлей. А у них что? У них ИС-4, ИС-7. Какой ИС-4? Что я за хрень сказал? У них 4 ИС-7. Подумал об 4 ИС-7 и сказал ИС-4. В общем, сложно объяснить, но я просто дебил. Поэтому мне простительно. И, естественно, как мы уже понимаем, город мы полностью просрали. Гриль у них на дефе, тут Паттон, тут 62-ка, и я пытаюсь кинуть с вертухи в комбашинку Паттону. Вот объявляется оборчатка, которая даётся там мне на 15 секунд. Вертушка моя всё-таки так и не залетела. Я ремочки нет, встану, убрать не могу, всё плохо. Тут выкатываюсь уже, даю щеку Паттону с дамагом, и всё нормально залетает. Дальше всё, мы завираем с Паттона, это уже дело такой техники. И мы замечаем гриля, который стоит. Я свожусь и не попадаю, улетает вообще в край прицела. Спасибо. Дальше Бабаха, она одна, у нас многие всё понятно, её фокусят. Я вроде бы попадаю, стреляю, наношу урон, уже 1000 урона, всё, 1000 урона я хочу теперь в нави. Можно мне в нави? Спасибо. Тут Бабахуку разбирают, я успеваю ей всунуть вторую тычку. Думаю, что сейчас её заберу по КД. Вот, перезвожжаюсь, свожусь, её убивает. Тоже спасибо. Дальше я вижу, засвечивается Е5, и понимаю, что нужно ехать. Сантриону тыкву, давай за мной, этот дебил стоит, ну и пусть стоит. Я понимаю, что мне достанется больше дамага. Естественно, Е5 будет за бугром. Я что-то заглупил, сразу кумулятиву не зарядил. Тут засвечивается Е7, и я понимаю, что это реально можно носить дамаг, потому что у них у воинов нет. А мне стабилизации сверту кидать, и субэнами с моими, тут можно набивать мульон дамага. И, друзья, как вы видите, я уже успел подъехать, успел зарядить кумулятив, и отчёт от миллиона дамага пошёл. Тут даю кичку в НЛД Е5 кумулятивом, делают у нас келевить, я про лучший с топ мира 1. И пытаюсь тут стрелить ему в комбашенку, сделать у меня этого не получается кумулятивом. К сожалению, кумулятивы дорогие, денег мало в ангаре, но сейчас не об этом, сейчас обои. И вот, тут даю тычку всё-таки Е5, попадаю, потому что прекрасная стабилизация. Тут центрионность, дебил, который подставляется, стоит на катке. Центриона убить они не могут, я не знаю почему, либо рикошетист от башни, либо что-то ещё. Деть 7 стоит от башни, у меня кумулятив, вот он высовывает НЛД, дурачок, я даю ему тычку. И пока что всё неплохо, 3000 урона, 300 там на света, и всё равно. Так, даю ещё раз тычку НЛД, получаю от Е5 на 408, и всё довольно стало не очень. Потому что ХП мало, 1200, ещё артопеточка, как мы видим, на 33, даёт стан на 15 секунд. Я не езаю ремку, чтобы носить дамаг, потому что понимаю, что он барабанный, он не один, и сейчас по мне ещё полетит. Вот на 19, оглушение на 13 секунд. Но это же ненормально! Я посмотрел этот реплей уже раз 20, и всё равно на этом моменте всегда у меня подгорает очко, потому что это ненормально. Она ещё раз стреляла без урона, я опять в оглушении, встаню, и всё плохо. Тут без стана даю ему тычку, он ломает мне башню, и 7 ломает башню. Я решаю заюзать ремочку, и всё, и начинаю, стан заканчивается, добираю Е5 на 200 ХП, опять встаню, и всё плохо. Всё очень-очень плохо. Чиню стан, как чиню стан, что я только что сказал. Лечу, в общем, всех маленькой ремочкой, да, это чудо-варгейминг, это чудо-игра, и всё в таком духе. И тут всё. Результаты боя будут перед вами, смотрите, наслаждайтесь, подписывайтесь на канал, и всё, всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова